Доброе утро, друзья! Не прыгай! Не прыгай на меня, ты вся в каше! Наша компания. Там есть еще стесняшки. Не прыгай! Чавкают. Сейчас пойдем. Режулечка. Все. Так, надо обойти, чтобы те подошли, покушали. Все, пойдем. Чавкают. Сегодня побольше собрались, а то они голодные, что не все приходят. Да? Все. Пойдем сюда в обход, чтобы не пугать. Вон они, стесняшки. Идите, кушайте. Идите. Ну, наверное, не голодные. Вот моя сопровождающая. У тебя вечно морда в каше. Лезешь прямо в кастрюлю. Шо ж ты лезешь прямо в эту? Пойдем. Друзья, мы тут с девчонками на мусорник выбросили матрасы. Мы тут перетащили сюда в посадку. Спрятали там теплые вещи такие. Ну, потом, чтобы в сарай им к зиме положить. Будем мы что-нибудь придумывать с крышей, чтобы не так сильно затекало. Все равно они зимовать там будут в сарае. Ну, а чтобы не выбросили вот так с мусором не забрали, мы пока сюда положили. А ну, хоть дожди идут, но оно и просохнет после дождя. Ну, зато хоть их не выбросят, да? Тут везде склады с вещами. Люди, видите, в мусорку не выбрасывают, просто ложа так дельная. Может быть, кому-то и нужно даже вот так животным или постелить хоть в будку, хоть куда. Так, куда тебе насыпать? Сюда насыпать? Сейчас. Давай. Подожди. Стой. А там уже, по-моему, бусик прыгнул, ждет. Доброе утро. Что, тебя будить не надо звать? Ты сам приходишь, да? Молодец, молодец. Да иди ж ты ешь. Вот тебе поиграться надо, да? Так, на. Водичка есть? Тебе поиграться хочется. Я понимаю. Так, что тут у тебя? Все нормально. Целый, живой, все хорошо. А я посмотреть, никого тут нету. А то тут можно ожидать, что еще кого-нибудь подкинут. Так, вроде никого. Здесь тоже только мусор и хлам. все, кушай, кушай. Ешь, ешь. Кушала бы там бы со всеми не. Надо каждую миску облизнуть. Так, ну ладно, друзья. Пойду я ведро слава на свое не забыть. Доешь ты, доедай ты. Все. Доедай. Ну тут никого, все побежали. Не ходи за мной, не ходи. Люси еще нет. Котиков никого не видела сегодня. Яшку тоже. Ну, Яшку я как приехали не видела. Вообще даже ни на улице, нигде. И не вижу девочку, хозяйку котика, чтобы спросить. Живой он хоть? обманула. Никого не видела. Василия видела, как выходила. Он тут и сидит. Да? Приветик, красавица. Друзья, сегодня у нас на завтрак опять будут бутербродики с чаем. Также поставила я бульон, сварила, буду суп варить. Вчера вечером еще собакам варила, уже остыла, поставила в холодильник кастрюленцию. А здесь намешала рис с фаршем. Буду начинять перчики. Я уже их почистила, помыла, почистила, серединку выбросила, хвостики отдельно в пакетик положила. Хвостики можно еще любое или куда-то готовить. Можно добавлять, обрезать. Все в безотходное производство. Вот, немножечко их пробланширую, как позавтракаем. Вот, и можно будет начинять. Если не влезут в одну кастрюльку, то можно будет остальные заморозить. сколько хватит фарша. И у нас еще арбузик. Слава Богу, вот сколько покупаем, всегда такие нормальные попадались. Вот, так что разрежу, посмотрим, какой получился. Друзья, этот арбузик тоже красненький и сладенький. Всем приятного аппетита, кто кушает или собирается кушать. Друзья, у нас на улице опять начинает греметь, молния вдалеке сверкает. Еще воздух горячий, но немножечко уже остывает. Наверное, ливанет опять дождь. Ну, самое главное, что хочу сказать, в общем, все подключала. Только сейчас здесь, в этой комнате свет включила, а то темно, потемнело на улице и в квартире. Хотя время это час времени всего. И холодильник, и котел отключила, и роутер, и с розетки, и с этой самой антенной. В общем, все, что можно. И компьютер, зарядку, все, почитала инструкцию. У нас в телеграм-канале написали администрация, как нужно, если на улице молния застала, куда спрятаться, и все такое. И в квартире что тоже делать. Конечно, нельзя около окна стоять, но это я вам на минуточку. А на улице скажу, что около деревьев развесистых нельзя, прикасаться к дереву нельзя, около металлических этих нельзя, найти какую-нибудь яму или что-то такое, и это лучше в земле лечь и лежать. Но если сильно, если рядом видите, допустим, дерево, бывает, что голое, что молния в нее ударила, значит, там это находится вот эти поля магнитные, куда бьет она. Ну, в общем, кому интересно, можете даже и в интернете везде посмотреть, что нужно делать в таких случаях. Он смеется. в общем, все. Сидит в туалете и сидит там комментирует. В общем, все. У нас везде темно. Все выключено. Компьютер отключила. Где-то тут баксик у меня лежал, а, наверное, на молнии он убежал. Я это вот здесь сразу все вытянула провод отключила. Одешь котик мой. В общем, все, не вентилятор, ничего не работает. Все поотключала. Темнынь такая. Ой. Где же баксик? Ты тут? И я тут, да? Выходи. Нельзя. То я чуть проветриваю. Сейчас закрою балкон. В общем, все. Мы теперь дисциплинированные друзья. Дай. 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 Сегодня будет стихотворение, которое прислала Светлана Митрофанова. Спасибо огромное. Ну, дочитаю я. Пусть жизни будет больше красок, приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит не напрасно, а дарит счастье, радость и любовь. Пусть жизнь будет водничным разом, приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит. не хватило дыхания, сейчас продолжим. Ну, вообще, молодец, прям сразу так и четко, и громко, все понятно, но немножко сейчас дальше водит. Подождите дальнейшую грань. Интереснее. Проходит и напрасно, а дарит счастье, радость и не боль. Ну, а че по слогам? забываешь, нормально читает как разговорная речь, а потом забывает и начинает опять по слогам. В общем, хорошо, особенно прям первую половину мне очень понравилось. Напишите, друзья, как вам? в школе читал стихотворение? Возле доски? Возле доски? А, ты представляешь, около доски стихотворение читаешь в первом классе по славам на линейке, на открытии. Ладно, друзья, ждем от вас ваших комментариев, но мы заниматься всем хорошего настроения вам всем, У нас сегодня гости. Соседка, у кого живет бусечка, поехала в гости к дочери и сказала покормите бусечку мою. конечно, я и так ей всегда даю. Баксик, смотри, чтобы она тебе не шарахнула. Вот так. Пусть она покушает и пойдет. Ну, она сейчас дверь к нам не стучится. Это дождичек начал моросить. Думаю, выгляну. Вышла и как всегда дверь закрыта, то всегда оставляют открытую дверь. А эта дверь закрыта, я смотрю, она на лавочке сидит. Я ее позвала, но зашла. Хотела в подъезде насыпать. Дима говорит, пусть сюда зайдет. Сейчас я постелю тут пеленку, эту пеленку. Захочет здесь остаться пока, пусть дремает. А нет, если пойдет на улицу, значит выпустим. Ну, она, конечно, тут лежать не будет, да, бусечка. скажи, я тут как хозяйка, все равно пойдет по всем комнатам, походит, а потом уже наверное пойдет на улицу. Ну, ладненько, кушай, а мы зимой занимаемся. Да, тут двери оставляют открытыми. Тишка, у нас Тишка, вот этот черненький заходит и обсычивает все двери. Наверное, больше из-за него дверь сделали. Но, видите, жарко. Может, дети оставляют. А ну, знаете-ка, я представляю, как на первом этаже она дверсного хлопает, хлысь-хлысь. Тоже, наверное, надоедает, что она стучит. Нам на третье этаж не сильно слышно. Вот и все, да? не заварю она теперь на разведку. ладно-ка, садись тут. Садись тут на пеленочку, садись вот так, не? А что ты уходишь? Да что ты так сразу уходишь? Погостюй немножко. Пойдешь а водички попить? Ладно, посиди чуть-чуть. Посиди. Все, пойдешь, не хочешь, ну иди. Если что, придешь? Стучись. Дождь идет. Может, назад вернешься? Буся, заходишь, не? Скажи, я хотела к своей хозяйке. Да? Ну все, татар, у тебя там домичек есть, если что, ляжешь. Друзья, ну я уже начинила перчики. В общем, рис с паршем добавила немножечко там приправок разных, подсолила, все, и есть, затрамбовала. и сейчас и столбиком пережариваю. Я хочу, чтобы они тут поджарили, и тогда они будут выпадать оттуда содержимое. Буду не с томатиком, а решила на сметанном, сметанный соус, или как называют, не сделать. Вот. Это у меня остались тут только 6 штучек, по-моему, пепчиков. на следующий раз. Может, еще докуплю, когда буду готовить. Спрячу морозилочку. Ну, уже тут вроде как поджарились, можно уже заливать. Когда буду заливать, я потом их буду ложить, наверное. вот так. Как раз полностью легли на сковородочку. Вот, жопки поджарились. Теперь, я думаю, они будут вылазить. Все. Готовим. Это не капуста, перец быстро, поэтому протушим немножко, не знаю, сколько. Минут 30, может, часик. Буду пробовать. Я не сильно люблю, чтобы тоже перец был мягкий, но он быстро, конечно, сварится. Всем добрый, добрый вечер, друзья. Перчики я приготовила. Вот такие красавцы. Нигде ничего, фарш не повылазил. Это я уже в тарелочку положила, сейчас мы будем ужинать. А здесь у меня суп доваривается. Варю курица и с лапшой. Сейчас картошка сварится, лапшу закину, и все, суп готов. Всем приятного аппетита, кто кушает или собирается кушать. лапшу. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok